Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня, друзья, у нас обзор обновления 1.10, в котором я вам расскажу обо всех изменениях в новом патче. Первая половина лета World of Tanks прошла под слоганом «У нас нихрена не происходит», и действительно, изменений особо никаких не было. Но в патче 1.10 разработчики подготовили для нас кучу всего. И новые танки, и новая старая карта, и новый режим, и новые нерфы, и много-много другого. И первое, и, наверное, конечно, самое главное, друзья, нововведение в этом патче, это новый Twitch Prime пакет под названием «Юль», в рамках которого вам предоставляется на выбор сразу 4 арендных премтанка. Это Кромвиль-Б, это ПЗ-4 Шмальтурм, американская ПТСАУ ТС-5 и американский тяж ГУСЬ М6А2Е1. Все эти плюшки, друзья, есть в этом пакете. Плюс в пакете «Юль» возвращаются так называемые уникальные гарантированные награды. Уникальный командир женщины Джулия Чезаре с нулевым перком «Шестое чувство», а также двумя перками «Мастер на все руки» и «Ремонт». При рекрутировании вы можете выбрать нацию и тип техники для командира. Также медалька «Летний пропуск», 6 надписей «Пришел, увидел, победил», 1 день танкового премиум-аккаунта, 10 боевых задач на Х5 опыта, 10 учебных брошюр США по 20 тысяч опыта и 20 ящиков колы. Плюс, конечно же, дополнительные боевые задачи на получение дополнительных плюшек в рамках пакета «Юль». В общем, вот такой вот интересненький и достаточно жирный пакет. Всю дополнительную информацию вы можете найти или на сайте Варгейминга, ну или, как вы понимаете, что-то там есть еще и в комментариях, друзья, под этим видео. А мы тем временем переходим к другим новостям. Польские танки. Что мы, друзья, знаем про польские танки, кроме того, что, наверное, командир говорит слово «куруба». Ну, мы знаем, что, например, у нас в игре есть тяжелые польские танки и во главе там 60 ТП Левандовского, этакий фугасный монстр. Но разработчики в патч 1.10 добавят еще ветку польских средних танков. Мы не будем подробно рассматривать все-все-все эти машины, потому что они называются очень одинаково и, наверное, так же играются. Но отдельно рассмотрим польский средний танк 10 уровня КС-63. Тем более, что у него появится в нашей игре новая механика – смена режима двигателя. Для начала поговорим про внешний вид. Пока что нету финальных рендеров данной модели. Выглядит она вот примерно вот так, как какой-то непонятный обмылок. Ну и, скорее всего, польские средние танки будут достаточно сильно походить на тяжелые, что понятно и логично. Такое же вот какое-то серо-буро-малиное говнецо. Ну, опять же, хорошо, что хотя бы есть какая-то уникальная механика. Ну а теперь по поводу этой новой самой польской механики. Подобно смену режимов колесников, можно изменить режим двигателя – подвижность. Польский КС-63 имеет два режима передвижения – обычный и скоростной. Смена режимов значительно влияет на динамические характеристики машины. Так, в обычном режиме максимальная скорость равна 55 км в час, а в скоростном – целых 70. Мощность двигателя в скоростном режиме сильно возрастает – со стандартных 740 до 1150 лошадиных сил. Однако, улучшение динамики в скоростном режиме одновременно ухудшает показатели удобства орудия, сильно уменьшая его стабилизацию, ухудшая время сведения, а также снижая общую незаметность машины. Чтобы изменить режим, нужно полностью остановить свой танк, на ходу произвести смену режима нельзя. Вот такая вот, друзья, уникальная механика. Ну и, честно говоря, друзья, выглядит это, ну, реально круто, реально круто. То есть, ты можешь просто кататься как средней подвижности СТ и неплохо стрелять, но если ты хочешь куда-то быстро переехать, меняешь режим двигателя и просто ништешься, ну, как-то самый настоящий легкий танк. Теперь по поводу ТТХ. Пушка, в принципе, у поляка достаточно точная. 258 пробития, 390 урона, 0.34 в стоке, разброс на 100 метров, сведение 2.21 и, в принципе, неплохая стабилизация. ДПМ тоже на уровне. То есть, это будет картонный, но ДПМный танк. Почему картонный? Да, потому что лоб корпуса 80 миллиметров, борта 50. Ну, есть башня на 260 миллиметров. Но, как вы сами понимаете, от голды она не спасет. Прочная станка 2000. Обзор 400 метров. В общем, какая-то вот такая вот машина. Главная фишка которой, это возможность превратиться в ЛТ и куда-то доехать. Следующее крупное изменение касается, друзья, колесной техники. Да, наконец-то в патч 1.10 этот супер токсичный класс танков, ну или не совсем танков, будет разрывочками по нерфин. Давно об этом говорили. Ну и, наконец-то, разрывочки догадались, что да, не только артиллерия приносит боль, но еще и колесная техника. Что касается нерфомеханики у колесных танков, если совсем коротко, то теперь с повреждением колес, только которые в данный момент касаются земли, сильно теряется и скорость машины, помимо динамики. Вот, при двух сбитых колесах почти в два раза. Применимо в любом режиме у колесников. То есть раньше ты сбивал одно колесо, и колесник практически не терял ничего в плане динамики, вот, или максимальной скорости. То теперь если сбиваешь хотя бы одно колесо, это сразу минус 30%, два колеса это минус 50% к максимальной скорости. В общем, будет очень жестко. Кроме этого, кроме того, что разработчики в целом нерфят какие-то глобальные механики колесных танков, они еще будут конкретно нерфить и конкретные машины. И десятку, и девятку, и восьмерку, и премы. В общем, все-все-все. Что будет нерфиться, друзья? Еще сильнее порежется у всех танков обзор. Время сведения будет понерфлено. Повысится шанс возгорания двигателя. Ну и, конечно, стабилизация. Стабилизация всегда у колесных танков была, ну, если не идеально, то очень крутая. И она будет тоже понерфлена. В общем, все подробные ТТХ нерфа вы сейчас видите на своих экранах. В общем, они достаточно объемные, и я лично этим доволен. Пишите, друзья, в комментариях свое мнение, что вы думаете по поводу нерфа колесной техники. Я считаю, что давно надо было. И еще одна приятная новость с патча 1.10. Это возвращение старой, ну или уже, наверное, немножечко новой карты Жемчужная река. Разработчики давно об этом говорили, и вот, наконец-то, они ее добавляют. Что могу сказать по поводу этой карты? Когда-то она игралась, в принципе, иногда даже неплохо, потом скатилась и начала играться хуже. Надеюсь, что, как говорится, в новом обличии, в новой итерации, с новыми переделками, это не будет как с карты Затерянный город. Которая была, в принципе, неплохая, а потом картотелы взяли и все обострали. Надеюсь, Жемчужная река будет играться интересно. Ну и в любом случае, плюс одна новая карта, если только это не Оверлорд и не Аэродром, это хорошо. Ну, не так кажется. И еще одна, друзья, новая и приятная фича из будущего обновления. Новые боевые коммуникации. Разработчики пишут, текущая система коммуникаций в бою World of Tanks оставалась неизменной много лет. Некоторые из команд неоднозначны и порой не способны помочь союзникам эффективно координировать действия. В то же время, существующая система уведомлений часто передает информацию без контекста. Например, указание квадрата на миникарте может открываться по-разному. Мы решили переработать, пишут разработчики, существующую систему коммуникаций в бою и сделать ее более понятной, информативной и эффективной. Итак, что говорят разрабы? У нас будет одна кнопка для большинства действий. Теперь вы сможете использовать английскую клавишу T почти для всей коммуникации в бою. Клавиша используется для взаимодействия с игровой картой, союзниками, противниками или базами. Нажатие клавиши моментально отправит сообщение с союзником. Удержание клавиши откроет меню быстрых команд, в котором содержатся дополнительные варианты. Координируйте действия с союзниками, совершайте фланговые маневры. Также, друзья, у нас появится взаимодействие с объектами на карте. Пока таймер отчитывает время до начала боя, вы можете сообщить союзникам, куда направитесь с помощью специальных маркеров направления. Они отмечают ключевые зоны на карте и помогут вам решить, на каком фланге атаковать противника. Также разработчики говорят о добавлении контекста и смысла меткам. Не секрет, что большое количество меток на миникарте приводит к информационной перегрузке. Это отвлекает от происходящего на поле боя. Иногда бывает трудно понять, что означает та или иная метка. Теперь вы сможете добавить метки к контексту. Например, использовать команды «Внимание сюда» или «Двигай сюда» вместо просто указания на квадрат. В общем, друзья, можно обсуждать очень долго новые информационные возможности в бою с помощью различных команд, меню, приказов, меток, кликов и так далее. Но в патче 1.10 наша с вами игра World of Tanks очень сильно поменяется. И это, кстати, к лучшему. Потому что раньше, когда ты переворачивался, где-то там застревал и так далее, сложно, очень сложно было дождаться от союзников хоть какой-то помощи. Потому что, как вы знаете, в чат никто не смотрит. Надеюсь, в патче 1.10 это реально изменится. И наши дорогие союзнички 45% хотя бы немножечко начнут думать. Также в патче 1.10 нас ждет глобальное изменение заработка бон в игре. Разработчики пишут, сейчас в игре есть несколько способов зарабатывать боны. И самый популярный из них это игра в случайных боях на технике 10 уровня. Но есть один нюанс. Никто не может предугадать, сколько бонов он получит в конце боя. Потому как невозможно заранее знать, сколько эпических достижений игрок сумеет получить. Поэтому было решено изменить систему таким образом, чтобы она стала более прозрачной и предсказуемой. Достижения перестанут быть источником бон. Их было не так много, и их получение было нельзя предугадать. В новой системе боны можно будет зарабатывать в каждом бою на технике 10 уровня, причем не только в одноуровневых боях. К случайным боям будут применяться следующие правила. Трое лучших игроков команды по опыту будут награждаться 7 бонами за победу или 5 бонами за поражение. Десятка лучших игроков команды по опыту будет награждаться 5 бонами за победу или 3 бонами за поражение. То есть, друзья, теперь играя на 10 уровня, чтобы получить боны, нужно просто хорошо играть. И не обязательно получать медаль воина, стальной стены или колобанова. Ну и дорогие зрители, под конец самое приятное. Как говорится, на десерт. Во время приведения, друзья, общего теста 1.10, любой сможет опробовать новую версию режима стальной охотник, который впервые станет частью большой экспедиции. Игроков ждут 5 новых танков, разделенных на 3 отдельных класса с собственными умениями и различными стилями игры. Хорошо защищенные выживальщики, опасные охотники и юркие разведчики. В общем, чуваки, не знаю как вы, но я больше всего в патче 1.10, точнее на общем тесте патче 1.10, конечно же, жду стального охотника. Это прям самый кайф, я буду в него играть. И жду всех, друзья, сегодня на моем стриме, на котором мы это все и затестируем. Спасибо, ребят, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся на стримах. Пока-пах. Субтитры сделал DimaTorzok